Истец Михаил Донских обратился в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства и признания права собственности в порядке наследования по закону на имущество умершего. Ответчик Ирина Донских с иском не согласна. Утверждает, что у истца нет прав на наследство. Наследственное дело у нас, да? Ваша честь, я Донских Михаил Кирович, требую восстановить срок для принятия наследства и признать за мной право собственности на половину квартиры, оставшейся мне после отца. Мой отец, известный писатель Донских Кир Ефимович, умер год назад. Об этом я узнал недавно. А все это время я как бы не мог об этом сказать. Вы что, с отцом вместе не жили, да? Да, я, к сожалению, я не видел своего отца. Я вырос в детском доме. Как, вообще не видели? Никогда? Да, никогда его не видел. Я только вот недавно об этом узнал. А как вы узнали? Узнал я... Из газет прочитал. Да нет, я не... Нет, ну я узнал, я... Я... Ну а почему вы считаете, что это ваш отец? У вас есть документы, подтверждающие, что он признал вас своим сыном? Да, у меня есть документы. Это неоспоримый факт, это свидетельство о рождении. Какой неоспоримый факт? Где-то нашли эту бумажку? Или купели на вокзале каком-то? Нет, ну... Я... 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 Понимаете, Ваша честь, я... Я все это время, я не мог... Не мог не знать моего отца. Не мог, не мог я знать своего отца. Я... Я... Покажите, пожалуйста, свидетельство о рождении ваше. Передайте мне. И в свидетельстве о рождении вашим отцом указан как раз Донских, да? Да. Понятно. А кто мама? Мама... Она гражданка Японии. Якира Кейзуни. А с мамой-то знакомы вы? Да, я знакомка с мамой. Да. Вы всегда были с матерью знакомы? Нет, я... Я не имел... Ваша честь, я повторяюсь, я не имел такой возможности познакомиться с матерью, так как я вырос в детском доме. Почему? Объясните мне в двух словах, только недолго. Ну, я... Понимаете, вот после того, как я наступил в момент совершеннолетия, я поступил... Начал искать своих родителей. И в свидетельстве о рождении были указаны имена, и по которым я уже смог связаться через посольство Японии со своей матерью. Потом мне пришел вызов, я поехал, и... Две недели прожил там, и узнал... Да, моя мама, она... Она была... Она была очень удивлена тому, что я ее нашел, она... Обрадовалась? Она обрадовалась, но, конечно, она чувствовала себя виноватой, но... Вы единственный сын у матери? Нет, это... У нее уже... У нее семья и два несовершеннолетних ребят. А у отца? У отца... У отца... Я единственный сын. Что? Какой единственный сын? О чем вы говорите? Вы вообще ему не сын. У отца есть сын родной. Мой сын. А, ну, получается, это мой сводный брат. Да что вы говорите? Посмотрите на себя. Какой сводный брат? О чем вы? Итак, вы требуете восстановить срок для принятия наследства и свою долю в наследстве, как наследник по закону. Конечно. Я знаю, что моего отца... У него... Ваша честь, простите. Я знаю, что моего отца... Он оставил после себя огромное состояние. Это... Я не знаю, как это в цифрах, там, в счетах, но... Но это не важно сейчас. Понятно. Это квартиры и дачи, да. Понятно. А завещание было? Завещание не было. Завещание не было, да. Да может, и сына у него не было такого. Так, передайте мне все документы, подтверждающие вашу правоту. Спасибо. Отвечица. Отвечица Донских, Ирина Петровна, ваше честь, я с сыском абсолютно не согласна. Так. Я была замужем за Донских Киром Ефимовичем три года. У нас от нашего брака остался сын, которому два года. Около восьми-девяти месяцев назад мой муж умер. И после чего мне позвонил вот этот молодой человек. Назвался его сыном. Я об этом ничего не слышала. Никогда его не видела. Муж мне никогда ни о чем, о таком не рассказывал. Я считаю, что молодой человек проходимец. Ну какой я проходимец? Если я вырос в детдоме, значит я проходимец. Я не имел такой возможности. Ой, давайте не давить на жалость. Здесь мы мелодраму разыгрываем. Ну какая-то мелодрама. Романом вы можете бабушку рассказывать и писать книжки. Может быть вы тоже станете известным писателем и тоже будет у вас большое наследство. Ваша честь. Мой муж известный человек и естественно, как у всех известных людей, после его смерти появляются какие-то дети лейтенанта Шмидта прям. А почему лейтенанта Шмидта? Не лейтенанта, а писателя Донских. Ну да, вот и писатель Донских. И если сейчас еще появится какая-нибудь дочь незаконной рождения. Мой муж был известный человек. Он всегда рассказывал. Я в курсе о том, что у него до меня было 6 жен. Он был 7 раз женат. У него было 6 жен. 4 из них я привела сегодня в суд в качестве свидетелей. Ни одна из них не слышала никогда о старшем сыне. Мой муж был благородный человек. У него никогда не было любовниц. На всех своих женщинах он был женат. Я не скрываю того факта, что я изучила все привычки Кира, прежде чем выйти за него замуж. И я в курсе того, что после развода он всем своим женам с детьми оставлял наследство, дом, материальную помощь оказывал. Как он мог наследство оставлять? Он что, умирал после развода что ли? Нет, я оговорилась. Он оставлял квартиру, жилье. Он всегда помогал материально. Никогда. Он не смог бы, Кира не смог бы оставить своего родного сына где-то в детском доме. Никогда. И я не уверена. Ну, а хорошо. А мать истца была? Вы же общались? Я никогда не слышала. Была его женой? Нет. У него было шесть жен. Одна уже умерла, а пять из них живые. Четыре из них присутствуют здесь. Официальные бывшие жены. Они в качестве свидетелей. Значит, мать истца среди жен не присутствует. Она какая-то некая мифическая личность, о которой никто из нас не слышит. Понятно. Не смейте. Вы хотите, чтобы я допросил всех этих жен, да? Да, я хочу. Вдов, я даже сказал бы. Вдов. Вдов уже. Да. Пригласите свидетелей. Свидетели-ответчика, пройдите. Ну, конечно, она же ведь хочет оставить все это наследство. Вот и подруг своих привела, наповидимый. Между прочим, это застонные жены. Это вас никто не знает, молодой человек. Откуда вы приехали? Туда и возвращайтесь. Ваша честь. Я Донских Вера Петровна. И хочу ответственно заявить, что истец не имеет никакого отношения к наследству. Дело в том, что 20 лет назад я была женой Кира. И никаких сведений о мальчике у меня не было. Накер всегда рассказывал нам, правда, свои... Более того, он никогда бы не оставил ребенка. Никогда. А он до вас был женат? Был, да. На ком? Мы все знали этих прекрасных женщин. Мы дружим до сих пор. Одна из них умерла, как я уже говорила. Он овдовел и женился второй раз. Понятно. Так, что вы хотите сказать? Девочки, не давайте. Мы хотим сказать, что мы бы знали об этом ребенке. Мы о нем ничего не знаем. Да он себя испугался. Ваша честь. Кир был труслив, как множество и телегенов. Подождите, подождите. Подождите, девочки, подождите. Никогда Кир трусом не был. Что вы говорите-то? А подождите, ну что вы ссоритесь? Кир любил всегда детей. Вот именно. Никогда не оставил детей. Он никогда не мог оставить. Никогда не мог оставить. Никогда не мог оставить. никогда скажите пожалуйста сколько же всего-то детей у вашего единого мужа у меня один сын и у девочек тоже я являюсь сколько у вас подождите сколько у вас но у меня один ребенок а у вас то есть трое детей известных да а у первой жены были дети 1 не на которую умерла только здесь на 1 не было мой отец никогда от меня не отказывался он признавал факт моего рождения и почему же нам-то об этом не рассказывал вообще ничего не слышим вообще а какие отношения у вас между собой то девушка скажите мне и наши дети дружат одна семья большая не одна семья но мы просто друг другу помогает претензий не имеем друг другу не знаю никто не обижен все дамы какой щедрый мужчина но так надо поделиться тогда поделиться нужно тогда с одним сыном об этом я и говорю ирина должна признать этого молодого человека одно секундочку но если вы послушайте я понимаю конечно что расплачиваться придется вам а не остальным женам вдову но если у вас такая большая дружная семья но примите еще одного человека семью свою честь извините пожалуйста а если после этого молодого человека появится еще какая придется еще раз принять ну конечно я буду матерью терезы зачем мне это нужно это не кто человек хорошо а если будет выяснено что он кто тогда вы его примите в свою семью и вы поделитесь имуществом делиться не будем скажу что это наш ребенок похоже это никогда не видно что чего это известный ребенок он какой он наш ребенок он донский смотрите вот я вижу сейчас у вас нет единого мнения может быть вы кто-нибудь выскажетесь или проголосуете кто за а кто против давайте я просто могу сказать одно что этот молодой человек у него и стать и вот ноги то но выйди вот молодой человек выйди я знаю что дело в том что кир всегда шаркал ногами у него было плоскостопие слушайте ведь у меня тоже плоскостопие нет нет мы должны признать что это все-таки нога кира я вы знаете я долго смотрел на вас и вижу что ваше мнение разделились и мы должны все-таки получить какие-то доказательства тому является ли этот человек родственником ближайшим сыном или не является обязательно проведем да ну что откладываем решение вот я была жена в это время и знала сколько было баб у нашего кира много да я считаю что это он он наш я считаю что это наш интеллигентный просто умный молодой человек интеллигентик как кир ты же жила с ним да вот именно жила и не знаешь своего мужа интересно мне тоже послушайте ваши дети вот есть еще три или два ребенка или 33 ребенка всего три значит один сейчас находится это ваш сын да а два других ребенка имеют тоже права на наследство у них все есть мы не салона счастливы все что он то есть вы нам все оставил на претензии не предъявляет никто не отдален все известные дети указаны в документ и кто но тогда я даже не знаю тогда нужно проводить на самом деле экспертизу молодой человек для того чтобы принимать решение что будем экспертизу значит конечно я ваша честь я с вами полностью согласен а вы согласны вот свой согласен то есть если экспертиза покажет да то я поделюсь так уж и быть ну что ж я выношу определение о назначении генетической экспертизы вашему ребенку у вас сын или дочь сын у вашим вашему сыну необходимо будет сдать необходимые жидкости для проведения экспертизы вам тоже после после проведения экспертизы мы возобновим судебное заседание откладывается слушание дела решение суда слушание дела отложить